Мы на месте. Мы приветствуем Занду. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса? Готова, доверит. Визуально что-то мешает? Да, у нее паутина, шары накручены на руках, на голове. Паутина. Будем снимать или можем сканировать? Но не огромные, шары большие. Хорошо, сканер. Разрежь эту паутину полностью. Выведи ее из биополе и сформируй перед ней в шар. Включая внутренний белый свет, Занде, и она этим внутренним белым светом выдалит из себя всю эту энергию арахноида. Все это выходит, вся эта паутина летит в шар, формируется перед ней. Мелкие частицы сканер сжигает на месте. Там не частицы, там арахноиды мелкие, очень много, в голове особенно. А, ну сканер не будет их сжигать. Хорошо. Выводит этих всех арахноидов, формирует в шар. И отправляет сразу силами его намерения эти шары в клетку-тюрьму. Это большие клубки такие, из паутины. Арахноид сделал себе инкубатор там. Готово. Хорошо. И силами его намерения вытаскивают арахноида из ее биополя. Летит в клетку-тюрьму. Это область горла, шея. Там он сидел? Да. Хорошо. У тебя ничего нет, видимо? Нет. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Занды под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Занды. Находит все. А здесь бес вышел. У него в ногах такая круглая штука. И Занда постоянно поднимает ноги, как шагает. То есть в движении должно быть. Постоянно. Какой бес? 9. Хорошо. Все и арахноид. Арахноид с семьей, да? Угу. Хорошо. Кто из вас ответственный за болезнь, которой страдает сейчас Занда? Болезнь Лайма. Она идет от укуса клеща. И откуда у нее вирус? Я полагаю, это вопрос к арахноиду, да, арахноид? Ты как-то влиял на это? Он не знает ничего про болезнь Лайма, но все, что связано с горловой чакрой. То, что у нее сейчас простуда. Состояние такое, как будто она заболела вирусом. Ты как-то связан с этим? Ну, он показывает, что его паутина была во всех дыховых у нее, дыхательных, вернее, органах. Нос, голова, горло. Могло это болезнь спровоцировать? Притянуть эти вирусы? Он не знает столько. Хорошо, будем проверять. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Кроматричные болезни он не знает столько. Он делал свое дело. Ты делал свое дело, и это дело привело к болезни. А за последствия такие нужно отвечать, арахноид. И так ли? Его задача вырастить потомство. Хорошо. А в галактическое ядро не хочешь уйти? Нет, не хочет. Вот странно почему-то. Его задача вырастить потомство. Даю команду тонкой копии. Занды спроекцируют все энергетические сферические каналы к арахноиду, этой паутине и бесу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к занде. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Биас, сколько ты находишься в этом биопуле? 18 дней. Где ты подцепился? Он показывает этот круг, в который она наступила. Но это было не в квартире? Нет. Понятно. Сколько у этого круга герц? 13. 13 герц, значит у него было меньше 13. Сколько арахноид находится в этом биопуле? С арифметикой у них не очень. 3,5 что ли месяца. 3,5 месяца, хорошо. Закончился реверс. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса занда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает занда себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Что идет? Энергии идут. Но здесь демон, и он показывает на нее. Какой демон? Ой, не демон, бес, внизу которой он показывает на эти энергии, которые от нее возвращаются. Да. И у нее в голове постоянно мысли. О чем? Мысли страха, мысли. То есть такое ощущение, что она ищет негатив без причины. И это без твоей помощи, да? Он обижается, он позже пришел. Он просто показывает, что она ищет плохие мысли. Я понял, фиксируется на них, даже если все хорошо, человек будет искать причину, чтобы понизить свои вибрации. Мы об этом говорим? Да, как-то так. Хорошо. Скажу, у нее есть затемнение в биополе? Нет затемнений, но он показывает, что в голове вот эти мысли, они как стрелы реагируют. То есть когда она начинает углубляться в какие-то... Это даже не плохие мысли, а мысли, которые приходят и уходят, но она почему-то их... Задерживает. Задерживает, и она их отпускает негатив. То есть там есть свойство надумать больше о плохом, чем о хорошем. Они как стрелы раз, промелькнули, исчезли. Вот такие. Ну здесь все понятно. Занда, по идее, вы являетесь причиной этих проблем сами. Притягивая, понижая свою частоту. Если у вас вибрации понижены, соответственно, не только бес может войти и другие, а вы начинаете болеть на физическом плане. И вот это один из таких результатов. За лайма я не могу сказать, но эмоциональное состояние вполне деструктивное. Реверс заканчивался. Хорошо. Так, начинаем с вытаскивания. Арахно, что-нибудь осталось на твоей частоте, что я не вытащил? Нет, не осталось. Бес. На твоей частоте что-то осталось? Да, у него этот круг остался в ногах. Выходи, вытаскивай его. Отключайся, возвращайся назад. Забрал. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Занды с бесом и арахноидом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Занды. Этим светом нам выдали ТСЯ. Все негативное патогенное низкоаберационное чужеродное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Остаточные энергии на частотах интерферентов и артефактов тоже выходят. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро под ним, шар уходит на переработку. Закрывая печатаю и растворяю. Даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая печатаю и растворяю. Хорошо, здесь мы закончили. Пес, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Арахноид то же самое касается и тебя. Ты больше не войдешь в это биополе. Ни со своей паутиной, ни без нее. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Давай заправим энергиями. Занду, посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 380 и 25. На 4 макушку головы занды начинает поступать 7 высокоабрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Скэнер. Включи сейчас медицинскую программу и просканируй занду на наличие вирусов или бактерий, болезней. Если таковое есть, выводи это все, сжигая малейшие частички. Выводи этот вирус вместе с энергетическими фантомами вируса. Пошел процесс. Ну, как бы там как небольшие спирали, такие короткие. Ну, мы его видели этот вирус уже не раз. А лайм, он лайма вирус, он такими расплывчатыми пятнами, небольшими тоже. Все это выходит, выдавливается, включает еще занду внутри. Это яд. Какой-то яд. Это яд от того, что ее укусило, да? Слово яд идет, который идет в разрез ее первого. Этот яд сейчас полностью выходит. Два шара ушло. Хорошо. Ответственных у этих шаров нет, конечно, да, Вера? У этих энергии. Это вирусы, которые находятся в матрице Земли. Понятно. Открываю под этими шарами воронку в галактическое ядро, и все это уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Скэнер. И мы можем дать еще какую-то энергию для того, чтобы восстановить функцию ее после этой болезни, после выведения вируса. Ты можешь просканировать еще. Да, здесь нужно иммунитет усиливать. Хорошо. Открывается поток энергии усиления иммунитета. Один, два, три. И этот поток полностью наполняет занду, сжигая весь негатив, все негативное, патогенные, низкоаберационные остатки от вируса, все сжигается, наполняет ее, и запускается процесс выздоровления. Здесь открылся поток такой, он как душ. Да. Полностью такой, как рук, и он как душ. И в нее идут потоки. И что происходит? Я не знаю, она более ярко проявляется, то есть она как укрепляет ее иммунитет внутренних органов, энергий. Понятно. Они ее делают сильней и устойчивой к вирусам. Скажешь. Показывают они ее, но она наполняется с ног вверх. Показывают, что эта энергия, она отталкивает вирусы. Большие, мелкие сжигают. Готово. Для этого не надо ослаблять эту энергию эмоциональным состоянием, потому что своими эмоциями мы можем полностью любую энергию, даже позитивную, выключить. Что и получается. Хорошо. Энергию мы заправили. Давай еще раз. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Занда, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Она трогает себя и говорит, что она везде в энергиях нет пробитости. Как она чувствовала дыры в своем теле и повреждения. У нее сейчас, но она трогает себя. Она говорит, куда бы я ни притронулась, здесь чистые энергии и защиты. И это все можно. Вы можете это сами делать, заправляя себя энергией и выдавливая из себя негатив. И сбрасывая его потом в галактическое ядро, которое надо закрыть. Она говорит, я чувствую силу. Будем вас возвращать назад. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Занды в ее систему Биоробот Душа. Забудем, подключаем к каждому органу клеточки и звелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Биоробота нужна к этой потоке? Мерка нужна, активируем. Хорошо. И активируем биополе Занды в Меркабу. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Меркаба активирована. Она вот эта энергия иммунитета, она распространяется полностью до Меркабы. И она отталкивает как напряжение. От нее идет энергия отторжения всех их микробов. Это надо подпитывать энергией, заправляясь каждый день. Я еще раз об этом настойчиво повторяю. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнаты диагностики. Пошел подъем.